Аутизм у детей – это диагноз, связанный с нарушением развития определенных психических функций, которые проявляются различными трудностями в социальном взаимодействии ребенка с окружающим миром. Влад и Женя – два родных брата, и у обоих аутизм. Владу поставили диагноз в год, и уже с двух лет мальчик начал заниматься со специалистами по коррекции поведения. И только к шести годам родители начали замечать, что у младшего сына Жени пропала эмоциональная речь, и он перестал смотреть людям в глаза. Раньше мы думали, что у нас проблема только со старшим сыном. Она началась, в принципе, с рождения были такие некоторые особенности. Допустим, ну вот маленьким детям говорят имя, и они поворачивают голову, отзываются. Мы отзывались не с первого раза, и даже не со второго. Зато слово «конфетка» мы слышали с другой комнаты, шепотом. Затем начались проблемы в саду. То есть психолог уже спустя полгода вызвала и рассказала свои подозрения, что ее смущает, что ребенок не взаимодействует с окружающими, что ребенок сторонится и занят чем-то своим, полевое поведение. Ну, естественно, что речевые нарушения. То есть он практически не разговаривал. Когда мы пошли в сад, у нас речь про п***. И психолог дала нам рекомендацию, что съездить в Хабаровск к неврологу. Мы легли в больницу, мы приезжали в Петрович, нам подтвердили наш диагноз. Ну и с этого момента мы начали ездить в Центр развития речи Клевер. С этого момента родители начали возить Влады два раза в год в Хабаровскую больницу, где он занимается со специалистами. Ребенок благодаря этому центру научился концентрировать внимание. У него стал расширяться словарный запас, стал более коммуникабельный. Также Анна прошла платные курсы, на которых ее научили взаимодействовать с таким особенным ребенком. После всех полученных знаний Анна начала замечать, что у младшего сына Жени к шести годам пропала эмоциональная речь, и он перестал смотреть людям в глаза. Чуть позже, когда моему младшему пять лет стукнуло, у нас появились проблемы и с младшим. То есть до этого он развивался как абсолютно нормальный ребенок. Потерялся взгляд в глаза. Этого тоже никогда не было. В общем, некоторые черты аутизма стали проявляться. Сейчас нужно дальнейшее обследование делать детей. Ну и, соответственно, ездить также, развивать их в центры, в реабилитационные центры. Но понятно, что все всегда упирается в финансы. Просто, чтобы элементарно понимать, курс таблеток, который помогает некоторые симптомы купировать на месяц, стоит пять тысяч. Сколько одна поездка? Вот с двумя мы когда поехали, она обошлась в 160 тысяч. Это чисто реабилитация. Помимо этого, приезжал специалист по апотерапии с Новосибирска. Старшего сына она уже видела. Младшего еще нет. То есть, соответственно, я сочла нужную показать ей Влада в динамике. С младшим сыном она проработала. Да, тоже увидела некоторые нюансы. И разработала программу. То есть, эти обследования суммарно обошлись в 25 тысяч. Еще в дополнение к тем 160. Ну и плюс проживание в городе Хабаровске. Мы живем не у родственников. Нам приходится снимать квартиру на вот эти две недели. Это тоже дополнительные затраты. И поэтому особенно остров стал вопрос в помощи фонда после того, как я уволилась с работы. С такими детьми нужно постоянно заниматься. Влад пошел в первый класс. И там ему понадобилась частично помощь мамы. После того, как у Влада поднялась высокая температура, он потерял речь. И пропали навыки самообслуживания. А Анне пришлось уйти с работы. Поэтому она обратилась в благотворительный фонд «Мы вместе» при доме молодежи города Амурска, который и оказывал ей финансовую помощь для реабилитации мальчиков. К раннюю реабилитацию братья прошли за счет средств благотворительного фонда «Русской медной компании». И вот на сегодня какая у них динамика? На сегодняшний день Влад в школе стал более самостоятельным. Он уже не нуждается в моей помощи. То есть все, что ему нужно, либо он озвучивает словами, либо, да, может, если он не может подобрать слова, он приведет взрослого к тому, что ему нужно. Он слушает инструкции, он выполняет. Соответственно, он получает новые знания. У Жени. Женя уже второй раз готовится пойти на конкурс чтецов. То есть мы уже участвовали в нем. Сейчас мы учим новый стих. В пятницу мы будем выступать на конкурсе чтецов. Он с легкостью выполняет задания, которые дают ему специалисты. Он считается одним из самых эрудированных в своей группе. Все отмечают положительную динамику. Что мальчики растут, взрослеют и, соответственно, получают знания по возрасту. Если регулярно дети будут проходить реабилитацию с психологами, психиатрами и логопедами, то у ребят есть большой шанс адаптироваться к социуму и стать самостоятельными людьми. Ирина Рабинска, Юрий Щетина, телеканал Амурск.